Казахстанские аграрии этой весной планируют увеличить посевы пшеницы и масличных культур. Как сообщают в Союзе поливодов, на эти виды растительной продукции сохраняется высокий рыночный спрос. Однако фермеры рискуют столкнуться с неурожаем. Помимо этого, в Казахстане резко подорожали минеральные удобрения. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индера Тикжанова. Индера, скажи, чем это грозит рынку? В Отраслевом Союзе говорят о том, что зима в этом году в отдельных регионах выдалась недостаточно снежная. Однако прогнозы по урожаю делать пока рано. Что касается роста цены удобрения, это чревато дополнительной нагрузкой на фермеров. Снега ниже среднего уровня выпала почти во всех основных зерносеющих регионах, за исключением отдельных районов Акмолинской области. В Союзе полеводов Казахстана говорят о том, что из-за ранних морозов, возможно, промерзла и почва. По мнению ученых, эти факторы могут повлиять на урожайность. Но, как отмечает глава Союза Виктор Асланов, сами фермеры пока настроены оптимистично. Есть ожидание, что недостаток влаги компенсирует дожди. Гораздо больше их беспокоит изменения по выплате субсидий на минеральные удобрения. Чтобы получить такую поддержку от государства, с этого года им необходимо провести агрохимическое обследование почвы. Но зимой это сделать невозможно, поэтому аграрии рискуют не успеть. При этом сами минеральные удобрения за последние месяцы резко подорожали, в среднем в полтора раза. Цены поднимают российские производители, а на долю импорта приходится примерно половина используемых в Казахстане удобрений. Подорожание в перспективе повлияет на себестоимость сельхозпродукции. Однако, по словам Виктора Асланова, многие хозяйства успели заключить контракты по старым ценам. Удобрения подорожали, но вот казахстанский производитель уверяет нас, что он сохранит цену, и это положительный такой момент. Соответственно, в этом году мы не увидим пока, не отразится точнее рост цен на удобрения мировой на цене на конечный продукт. А в следующем году, возможно, мы это увидим. Фермеры, естественно, будут закладывать рост расходной части в стоимость продукции, и это один из факторов, который будет давить на цены на пшеницу, муку, хлеб, вверх. В нашей традиционной рубрике «Карта цен» мы выясняли стоимость литра подсолнечного масла в разных городах страны. На рынке есть ожидание, что рост цен продолжится из-за подорожания сырья и дефицита на внутреннем рынке. В Караганде литр подсолнечного масла стоит 650 тенге. В среднем на 20 тенге дороже продукта в Ак-Тубе. В Алматы цена уже 700. В Петропавловске 720 тенге. В Кокши Тау литр масла стоит 760 тенге. Эвмер Султани цена 800 тенге и выше. Еще одно крупное аналитическое агентство «ФИЧ» подтвердило стабильность кредитного рейтинга Казахстана. Напомню, на прошлой неделе позитивный прогноз опубликовало и агентство «Мудис». Аналитики «ФИЧ», как и их коллеги, отметили устойчивость казахстанской экономики в период коронакризиса, низкий уровень госдолга и внушительный объем фискальных резервов. Эксперты считают, что сдержать шоки в период резкого падения цены на нефть во многом удалось благодаря политике плавающего обменного курса. Также по оценкам агентства, темпы экономического роста Казахстана в текущем году составят около 3,5%. И к международным новостям. Семейный фонд основателя «Майкрософт» Билла Гейтса и его супруги Мелинды на днях продали все акции «Алибаба» и «Юбер». Как сообщает РБК, за пакет китайской компании фонд получил 128,5 миллионов долларов. Семья Гейтс пересмотрела портфели в отношении других технологических гигантов. В частности, продана половина бумаг Apple и снижена доля Amazon. В то же время фонд на 40% нарастил долю в американской медико-биологической компании «Шординджи». Отмечу на IPO, она вышла всего год назад и биржевой дебют был более чем удачным. Акции разработчика новейшего программного обеспечения для фармацевтической отрасли за год взлетели в цене едва ли не в пять раз. Фонд Билла и Мелинды Гейтс – один из крупнейших в мире. Активы составляют порядка 50 миллиардов долларов. Огромные суммы семьяк основателя «Майкрософт» тратит на борьбу с нищетой образования и здравоохранения. Биткоин побил очередной рекорд на последних торгах. Теперь он стоит 58 тысяч долларов. При этом на рынке есть ожидание, что в ближайшее время цена вырастет еще как минимум на 20%. Капитализация криптовалюты уже превысила 1 триллион долларов. Добавлю американскому производителю, Тесла инвестиции в самую популярную цифровую валюту уже принесли более миллиарда долларов. Всего у компании 48 тысяч монет. При этом основатель Тесла, миллиардер Илон Маск, на днях заявил в своем Твиттере о том, что цены на биткоин и эфириум завышены. По его словам, цитирую, «криптовалюта, как и обычные деньги, представляет набор данных, позволяющих избежать неудобств при бартерном обмене. Как и любая система цифровой валюты подвержена запоздалым откликам и ошибкам», считает Маск. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 417 тенге 97 тынов, евро 507 тенге 12 тынов и российский рубль 5 тенге 66 тынов. Гульнар, это были все деловые новости. К данному часу эфир снова ваш. Благодарю Индера Тегжанова с деловыми новостями. Продолжение следует...